Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 13 марта. День Василия Капельника. День назван через преподобного отца Василия Исповедника. Он оставил мир с его соблазнами и поступил в монастырь. Там в духовных трудах продолжит свое житие. Мужественно сопротивлялся иконоборцам. За это его предали многим мучениям. С этого дня начинает таять снег на крышах, поэтому этот день и называли Василий Капельник. С ним связано множество поговорок. На Василия Капельника обильно капает с крыш к урожайному году. От Василия Капельника зима плачет. В этот день было принято пронесить в дом сосновую ветку. Верили, что сосновый дух очищает воздух в доме и дает здоровье его обитателям. Также из сосновых почек и хвои готовили разные настой и чаи для лечебных целей. Это была хорошая профилактика цинге. Недостатку в организме витамина С. Жены в этот день должны быть с мужьями особенно нежными, ласковыми. И тогда мужья не будут им изменять. Сегодня проводились особые обряды. Так называемые заклички весны. Например, вот такие. Вот пришла весна, весна красная. Ай, люлили, весна красная. Принесла весна золотые ключи. Ай, люлили, золотые ключи. Ты замкни весна зиму лютую. Отомкни весна теплолетечко. Ай, люлили, теплолетечко. Ну вот так вот распевно пели. Приметы. Если погода на Василия Капельника солнечная, то воздух на улице насыщен целебной силой. Что там? Мне будет скоро 26 лет. И как коронавирус повлиял на Вашу жизнь. Хочу услышать Ваше мнение. Первый и последний мой донат на сегодня. ПС, жаль, что Вы не часто стримите. Да, я, видите, как бы сказать, некоторые стримят там, чтобы копейку там заработать. Как-то я... Ладно. Смотрите. Я не ходил в больницу. Но болел вот два раза. Вот первый раз. Вот когда первая эта волна была, у меня была температура, то есть все. Пятое-десятое. Я как раз занимался гравитационной гимнастикой. Так хорошенечко позанимался. Потом только раз, у меня началось там взнобить, там, то есть все. Вот я где-то, где-то, наверное, около недельки переболел. Была температура. Значит, пил там водичку, там. Ну, я там рассказывал, что там я делал. И второй раз, второй раз, вот этот вот омикрон. Опять-таки, я ни в какую больницу не ходил, никаких модных процедур я не делаю. Вот. И, значит, что у меня началось в горле першение. На связках налиплась слизь. Так, начало там драть горло. И, кстати, от меня и жена там заразилась. Значит, я там довольно-таки быстро, где-то дня за 3-4, один день, по-моему, мне где-то потемпературило, то есть лицо горело. И все-таки пошло налад, но с силой, так как я занимаюсь гравитационной гимнастикой, она возвращается не так именно быстро, как хотелось. Там, где-то, месяц бывает, а то еще больше. Но сейчас побыстрее вернулось. Я практически свои показатели привел в лучшую норму. Вот. Вчера была тренировка. Так вот, а что делала жена? Тем более, у нас родился внучек, и она помогает дочке. Вот. Она, значит, и керосином полоскала, и еще что-то там полоскала, и еще что-то там пила, и что-то там такое делала. То есть она от этого избавилась еще быстрее. Где-то денька за два у нее там шмот слизи, значит, вышел, выплюнулась, и все. Все сейчас. Сейчас мы оба здоровы. Спасибо.